Ну вот, товар есть. Продавцы при виде камеры все разбежались. Я не знаю, может, набрать. Вань, что возьмем? Арбузик, ягодку? Или что-то есть? А вопрос-то у нас, собственно, только один. Документы есть. Сертификат соответствия имеется? Хоть на что-нибудь. Ну, вот я думаю, что пока мы тут будем стоять, они не вернутся. А что разбежались-то все? Что тебе надо? Ягод. Ягод. Вот мне знаете, что сказали? Мне сказали, что тебе надо? Я сказала, ягод. А знаете, что мне ответили? Сейчас сломаю. Вот так вот. Если такой прием, то, соответственно, я могу только предположить, что никаких документов нет. Этот сюжет мы решили снять после, дам, так сказать, ваших комментариев, уважаемые наши читатели и зрители. Под статьей о том, как отличить отечественную клубнику от заграничной, вы написали, что уже несколько лет в нашем городе можно наблюдать летом вот такие палатки клубника-земляника. Продавцы уверяют, что там исключительно кубанский и крымский товар. Но на самом деле никакой информации о том, что это за палатки, что там за товар, нет. Мы решили попробовать прояснить ситуацию. Тем более, что закон о защите прав потребителей позволяет нам это сделать. Например, любой покупатель вправе подойти и спросить у продавца сертификат соответствия на товар. А вот медицинскую книжку потребуют вправе только контролирующие органы. Ну что ж, попробуем? А вы уже покупали ягоду здесь? Нет? Да. А не смущает, что близко дорога, машины? Нет, меня-то не смущает. Не смущает. Мы хотим разобраться, что у вас за товар, откуда он? Он у нас в Бахчисарай, Крым. Бахчисарай, Крым? Да. А есть ли документы, сертификат соответствия, например? На точке не имеется, но если это так необходимо, можем это... А почему на точке нет? Ну вот я покупатель, я подошла, имею право у вас его спросить. Мы в любой момент можем предоставить, не то, что мы их не хотим брать или что-то не хотим показывать, а в том плане, что в целях сохранения этого документа, вот так вот, можно в электронном виде предоставить. Также любой покупатель, который спросит у меня документ, я ему могу так же предоставить это все в электронном виде. Ну а сейчас вот вы нам можете в электронном виде показать? Ну сейчас у меня начальство это уехало в Москву, я не знаю, у нее под рукой, не под рукой. А вы уже покупали здесь ягодку? Нет, только первый раз. Первый раз, да? А не смущает, что вот у дороги? Да нет. Не смущает? Нет. Прям действительно все из Крыма? Да. А что, в Крыму груши уже поспели? Нет, это прошлый урожай, в ангаре просто хранится. Как же они поспеют, рано еще. Так, ясно. Скажите, пожалуйста, а можно документы у вас посмотреть на продукцию? Документы у нас на главной точке, сейчас я спрошу. Вот нам ответили, что документы находятся на главной точке, а главная точка это где? Сейчас я. Ага. И сейчас вот продавец сказала, что сейчас позвонит и спросит. Ждем? Как нам пояснили, документы находятся где-то на главной точке и дозвониться до этой самой точки пока не удалось, но мы оставили свой телефон и надеемся, что все-таки прояснится ситуация с документами. Вы покупали здесь ягодку? Вкусная. Вкусная? Клубника вкусная. В этой палаточке продавец сказал, что согласия на съемку она нам не дает. Ну окей, мы не будем показывать самого продавца. Тем не менее, здесь общественное место, а значит мы имеем право снимать. А можете ли вы нам сказать, откуда товар? Конечно, могу. У нас есть крымская ягодка, а есть ягодка кубанская, станица Белореченская. А сертификат можно посмотреть? Это, пожалуйста, курководство все вопросы. В смысле, на каждой точке должен быть сертификат, который вы обязаны предъявить покупателю? Хорошо, конечно, мы предъявим обязательно. Немного больше сейчас документы подвезут и предъявим сертификат. То есть сейчас нет документов? Девушка, я с вами отказываюсь разговаривать, имею на это полное право. Хорошо, мы обязательно доработаем. Сказали, доработают, но на данный момент вот так. Что касается палатки у станции Истра, то она не относится к условной сети торговых точек клубника-земляника. Как видим, и оформлена она по-другому. Однако через Добродел мы выяснили, что палатка включена в схему размещения нестационарных торговых объектов городского округа Истра, а значит, находится здесь законно. По закону о защите прав потребителей мы имеем право спросить у вас документы на товар. Можете вы нам что-то показать? Я могу только на хозяина позвонить. Только хозяину звонить? На точке нету? На точке есть, у него только все документы. У хозяина? У хозяина. А хозяин далеко? Ну, не знаю, наверное, в Москве по-разному. Ну, собственно, здесь такая же ситуация, как и с клубникой-земляникой. Все продавцы отвечают, что документы есть, но находятся где-то у хозяина, который где-то неизвестно где. Конечно, хочется, чтобы фрукты и овощи, которые мы покупаем летом, были полезны для здоровья, а не опасны. Если вам все-таки не показали документы в торговой палаточке, овощной и фруктовой, что нужно сделать? Для того, чтобы узнать эту информацию, звоним в Роспотребнадзор по городскому округу Истра. Находится он в Дедовске. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот если мне не разрешили посмотреть сертификат соответствия на ягоды и фрукты в торговой палатке, куда мне можно обратиться по этому вопросу и что нужно сделать? Можете оставить обращение на сайте Роспотребнадзора, либо принести наручную в отделение. А что в этом обращении? Просто письменное в свободной форме? Да. Спасибо большое. По словам продавцов, эти торговые точки работают на основании договора с местной администрацией. Кстати, места размещения нестационарных торговых объектов действительно определяют органы местного самоуправления. Но вот жестких нормативов по поводу их удаленности от дороги нет. Так безопасно ли для здоровья покупать ягоды и фрукты рядом с автодорогой? Клубника вдоль дороги опасна тем, что на нее попадает обильное количество пыли, в которую могут быть разные возбудители. И если это плохо промыть, то риск заразиться достаточно большой. Если не промыть, это даже не обсуждается. Так что, если будете брать клубничку, пожалуйста, просите, чтобы вам давали это не с витрины, а откуда-нибудь с ящиков, где она накрытая была. Клубнику надо как следует проверить желательно, потому что если где-то была гнилая, то она будет заражать остальное. И вы можете также заразиться бактериальной инфекцией. Клубнику и даже другие фрукты, овощи, зелень мы моем под холодной проточной водой, тактильно как следует промывая каждую ягодку. Если вы не будете это физически убирать, то риск возбудителя, который там останется и попадет к вам внутрь, он очень приличный. Если нет воды из-под крана, водопроводной, городской, то желательно с собой иметь либо канистру с покупной водой, либо из дома вот такую воду набираем, и чтобы вы могли прям лить и промывать. Не так, не чуть-чуть, и вода, которая непроверенная, она тоже имеет риски разных инфекционных заболеваний, начинает от кишечных инфекций вплоть до гепатита А. А что по поводу того, что вот ягоды способны накапливать в себе выхлопные газы, тяжелые металлы и так далее? Ну, обычно мы говорим так не про ягоды, а скорее про грибы. В плане клубники это проще, потому что она очень быстро портится, и ее если вовремя не убрал, то все. Я не думаю, что она накопит такое огромное количество разных газов и вредных соединений за этот срок, чтобы она не испортилась. Но у дороги в целом все нежелательно брать из-за рисков. Леночка, а вот документы пришли. Так, мы, собственно, возвращались уже с репортажа. Декларация о соответствии товара. Здесь мы видим регистрационный номер индивидуального предпринимателя, наименование, в частности, декларация на клубнику, кто проводил экспертизу, заключение о безопасности пищевой продукции. И число, декларация, действительно, по 27 мая 2023 года. Подпись, печать. Что ж, давайте будем честны до конца. Буквально через несколько секунд, после того, как нам предъявили декларацию о соответствии на клубнику в палатке клубника-земляника, которая находится ближе к станции, нам показали документ также в электронном виде и вот в этой палаточке напротив верного, и прислали тоже из палатки на гвардейке. Напомню, все это одна сеть, и к палаткам другого бренда на ней они не имеют никакого отношения. Что интересно, в декларации написано, что изготовитель, в данном случае клубники конкретно, общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Дары за Волжье». Место регистрации – город Волгоград. То есть не то чтобы Крым, не то чтобы совсем прям Кубань, но все-таки юг – наш юг. Конечно, каждый сам вправе решать, что и где ему покупать. Важно помнить, что закон в данном случае на стороне покупателя. И если вам интересно, что за товар вам продают, а вы, соответственно, покупаете, вы вправе спросить у продавца сертификат соответствия. И находиться он должен в бумажном носителе на торговой точке, а не где-то там у гипотетического хозяина. Если вам не предъявили документов, то обращайтесь в Роспотребнадзор. Здоровья всем и удачных покупок! Елена Аешина, Иван Масалев, Истра, РФ